Кто это может быть? Серёж, ты же знаешь, что крёстная это твоя вторая мама. Эх, когда есть богатая мама, то бедная мама не нужна. Мам! Круто! Вот такую игру я бы купил. И вот такую бы купил. Так. О, мама! Что? А дай мне полторы тысячи, пожалуйста. Зачем тебе целых полторы тысячи? Я тут игру хочу купить на Nintendo Switch. Donkey Kong называется. Она всего лишь полторы тысячи стоит. Мам, ну ты представляешь, там есть такая большая обезьяна, и она может куда пройти. Серёжа, стоп, стоп, Серёжа. Полторы тысячи за игру? Это 80 долларов. Это не слишком? Нет. У тебя же вон сколько денег. Серёжа, то, что у меня сейчас много денег, не означает, что я их все буду тратить на развлечения. Вот смотри, вот эти деньги нужно заплатить за ваши кружки. Вот эти деньги за услуги. Вот эти вот деньги останутся на продукты. Ну, а вот эти деньги я отложила вам на зимние сапоги. И на развлечения у нас остаётся всего лишь 100 гривен на весь месяц. Чего? А чё так мало? Ну, такая вот у нас зарплата, увы. На, вот можешь взять себе. Всего 100 гривен на развлечение. Как-то маловато. Спасибо, мам. Так, ну, получается, на день рождения папы нам не хватает в этом месяце. Так, ребят, что же я могу купить на 100 гривен? Так, на игру мне не хватает. Может, билеты в кино купить? Ну, тогда мне на попкорн не хватит. А кино без попкорна это скучно. Кто это может быть? Хм, сейчас открою дверь и узнаем. Привет, мой любимый крестник. Как давно не виделись с тобой. Крёстная. Привет, Луиза. Крёстная, проходи, я тебе чаю сделаю. Ну, супер. Приехала богатая мать. Теперь родная мама отойдёт на задний план. Красная, я чайник поставил, только к чаю ничего нету. Что значит к чаю ничего нету? Давай сделаем продуктовый заказ. Ребята, моя крёстная очень богата. И мне стыдно ей сказать, что у меня нет денег на заказ. А зачем заказывать заказ? Я могу бутербродов с маслом наделать. Юля, ну ты снова на детях экономишь. Серёж, ты же знаешь, что крёстная это твоя вторая мама. Да, крёстная. Сейчас твоя крёстная мама тебе всё закажет. Что бы ты хотел? Луиза! Юля! Ну дай мне поваловать крестника, я же так редко приезжаю. Серёж, а что бы ты хотел заказать? Я бы хотел заказать Макдональдсу новый бургер. Гранд Чикен. Или Роял Бекон. Там их два. Гранд Чикен и Роял Бекон. Ребята, какой же мне бургер выбрать? Гранд Чикен или Роял Бекон? Я не знаю, какой мне бургер выбрать. Гранд Чикен или Роял Бекон? Зачем тебе выбирать? Заказывай всё, что хочешь. Я оплачу. Правда? А можно мне попробовать два новых бургера? Конечно можно. Сейчас всё закажем. И ты представляешь, я рассказал стих и за него получил очень хорошую оценку. Я иду к доске и тут звенит звонок. Наверное, это наш заказ. Сиди, я принесу. Ну да, наш заказ принесли. Ого, какой огромный пакет. Крёстная, ты что, весь Макс купила? Да тут и немного совсем. Всего лишь пару бургеров. Пошли за стол. Ничего себе, так много. Серёж, ну может всё-таки супчик? Это как бы фастфуд. Мам, какой супчик, когда есть Макдональдс? Спасибо, Крёстная. Это прям праздник. Пей водичку. Еле доел. Спасибо, мам. Ой, Крёстная. Да не за что. Ты, кстати, если что, можешь меня мамой называть. Так всегда о сыне мечтала. Серёженька, как у тебя дела в школе? Расскажи мне, чем ты увлекаешься? Какие оценочки получаешь? В школе у меня всё хорошо, а вот по урокам мне не всё понятно. Я так в школе хорошо училась. Хочешь, вместе уроки выучим. Я принесу книги. Сына, давай я тоже помогу тебе с уроками. Супер, мы сейчас втроём сделаем уроки, и я буду свободен. Я не поняла, ты эти книги все с собой носишь? Да, но все же мои одноклассники носят книги. С таким весом можно себе и спину сорвать. Подожди, у меня что-то для тебя есть. Смотри, Серёжа, это электронная книга. Круто, она такая маленькая. И лёгенькая. Чтобы ты тяжести на спине не таскал. Класс, тут все мои учебники в такой одной маленькой штучке. Мам, ты видела, какая крутая вещь? Видела. Ну что, давай уроки будем делать, Серёжа. Мам, ты куда? А уроки учить? Серёж, да не переживай ты так. Я тебе помогу. У мамы, наверное, какие-то дела. Конечно, классно, что крёстная у Серёжи богатая и может всё ему позволить. Но теперь я себя чувствую ненужной. Конечно, я не могу дарить ему такие дорогие подарки. О! Хорошо, Серёжа, молодец. Ты прям всё схватываешь и усваиваешь всё на лету. Серёж, слушай. А давай вечером фильм какой-то посмотрим. Попкорн приготовим, сырный, как ты любишь. Прости, мам, но мы с крёстной договорились вечером в кинотеатр пойти. Там сейчас новый фильм идёт, Человек-паук. Очень крутой. Прости, Юль, мы тебя не спросили, но если хочешь, пошли с нами. Потом гости ко мне сходим. Я приготовила Серёжу сюрприз. Ребят, я же совсем забыла. У меня же в этом месяце совсем нет денег на развлечения. Я последние 100 гривен Серёже отдала. А знаете что, я с вами не пойду. У меня не получится. Юль, ну может у тебя денег нет? Я куплю тебе билет. Ты такая добрая. Спасибо, не надо. Сказала же, что не пойду. Ну ладно, как хочешь. Серёж, давай руки доделаем и пойдём в кино. Идите без меня. Серёж, давай быстрее девайся. А то до сеанс опоздаем. Серёжа, пойдём быстренько, такси приехал. Открывай. Когда есть богатая мама, то бедная мама не нужна. А что если Серёжа привыкнет к богатой крёстной? И она ему заменит маму? Брррр. Что я говорю? О! Откладывала папе на дизайнерский торт на день рождения. Но лучше, наверное, куплю Серёже ту игру. И он меня снова полюбит больше своей крёстной. Готов? Открываю глаза. Что это за комната? Я сделала комнату для тебя в своём доме, чтобы ты мог чаще у меня вставаться ночевать. Вот это да, крёстная! Дашь телевизор свой! Серёжа, я рада, что тебе нравится. Крёстная, ты не обидишься, если я домой пойду? Ты уже домой? Я думала, мы поедем в развлекательный комплекс. Ещё же не поздно. Прости, крёстная, но мне без мамы как-то грустно. Я тебя люблю, но мама там одна, скучает. Хорошо. Ну, конечно, иди. Спасибо, крёстная! Хочешь, в следующий раз пойдём в кино вместе с мамой? Хорошо, до встречи, крёстная! Купила эту игру? Думаю, Серёжа будет рад. Думаю, что Серёжа будет рад. Мам! Прости, что я весь день был с крёстной, а ты была одна. Серёж, ничего страшного, ты же редко её видишь. Я не расстроилась. Серёж, я тебе тут подарок приготовила. Мам, зачем ты её купила? Ты же сказала, что не можешь в этом месяце. Я потратила деньги, которые отлаживала на папин торт на юбилей. Не обижайся, мам, но эту игру я верну в магазин. Не могу это принять и оставить папу без торта. Я вас люблю и без денег. Вы же моя семья. Ты молодец. Ребята, богатые ваши родители или бедные? Но они самые лучшие! Поставь лайк, подпишись и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok